Дякую. Всем привет. Сегодня я не буду рассказывать о SYNC Package стандартной библиотеки Go. Вот, секундочку. Краткая агенда. В этой, собственно, презентации мы рассмотрим пакет SYNC, содержащий синхронизационные примитивы. Мы рассмотрим также принципы их работы, кратко, а также примеры использования. Эта тема меня заинтересовала, наверное, во вторую очередь на .go конференции, которая прошла в этом году. Была очень краткая презентация о Mutex, The Monsters Inside of SYNC Locker. И, как бы, задумался действительно, что в основном используют только Mutex, RvM Mutex, Weight Group. А насчет остальных примитивов SYNC Package мало кто знает, мало кто, как бы, использует. Но, думаю, будет очень полезно знать и понимать, как это работает и зачем это нужно. Итак, первое, к чему мы перейдем, это под пакет Atomic. Он содержит примитивы синхронизации, именно низкоуровневые, то есть реализация. Посмотрим. Есть такие методы. То есть они позволяют нам работать атомарно с янтовыми, с указателями и сложными типами. Загружать, сохранять, добавлять значения, заменять. То есть все это производится как бы на атомарном уровне, скажем так. Суть, в чем суть этих, как бы, методов, зачем они нужны. В принципе, в доке они нужны для того, чтобы реализовывать алгоритмы низкоуровневые синхронизации. То есть все эти методы, они, на самом деле, реализованы на ассемблере. У них нет реализации на Go, они реализованы на ассемблере для каждой платформы. В доке, как бы, самого пакета сказано, что эти примитивы требуют особого внимания. Использований, их не рекомендуется использовать в общем кейсе, а только для каких-то низкоуровневых приложений. Синхронизацию, ну, как бы, рекомендуется реализовывать с помощью каналов и других примитивов пакета Sync. Да, здесь мы видим все функции, которые там есть, соответственно, для всех типов, которые представлены в этом комментарии. Load, Add, Store, понятно, в принципе. Swap заменяет значение, возвращает старое. Compare and Swap необходим для подмены, возвращает true, если значения old и new отличались, и замена произведена. Примерчик. Очень простой пример. Использование атомарного добавления. Мы видим 10 тысяч гугл-рутин, которые просто инкрементят значения. В данном случае с помощью... А, инкремент с помощью Atomic операции, Б, с помощью обычного инкремента. И когда мы запустим этот код, мы увидим, что Atomic отработал точно 10 тысяч, а обычный инкремент из-за блокировок, из-за того, что эта операция, по сути, эта операция состоит из трех. Это чтение, добавление, запись. И где-то в этом промежутке другая гугл-рутина может поменять значение, и она будет неактуальным. И, соответственно, у нас значение меньше, чем нужно. Переменный B. Собственно, к некоторым другим функциям Atomic мы вернемся, когда будем смотреть другие примитивы синка. Итак, для чего же, собственно, нужен этот функционал? Как известно, последовательность операций может быть изменена компилятором во время оптимизации в рантайме. И, например, у нас две операции инкремента и чтения для распечатки. В рантайме может быть подменена. Таким образом, в принт у нас попадет дефолтное значение A, неинкрементное. То есть инкремент произойдет после принта. Во избежание этого, атомарная операция под капотом использует барьер памяти, который обеспечивает строгую последовательность выполнения. Инструкции, как на уровне компилятора, то есть он не оптимизируется. При оптимизации не может меняться последовательность, так и на уровне железа. И запись, атомарная запись подождает в write-барьер, а чтение read-барьер. Таким образом, операции записи не могут запуститься ниже write-барьера, а чтение не может подняться выше read-барьера. Таким образом, обеспечивается последовательность. Но данный метод синхронизации не описан в официальной документации Go как метод гарантирования последовательности, но в реализации стандартного компилятора такой метод синхронизации используется. Примерчик по синку. У нас есть гауртина, которая записывает данные в две переменные. То есть, по идее, если мы будем это делать без атомиков, последовательность может меняться. И не обязательно А будет записана единица до Б. Таким образом, атомики гарантируют последовательность. Если мы будем сколько угодно запускать этот код, он всегда будет возвращать единицу. То есть, в А всегда будет один. Оно гарантированно будет записано до Б. Итак, перейдем к самому пакету SYNC. Самый первый и самый часто используемый – это Mutex. Он позволяет разграничивать доступ к общему ресурсу, гарантирует, что только одна гауртина имеет к этому ресурсу доступ в определенный момент времени. И пока одна гауртина не освободит общий ресурс, другая будет ждать его разблокировки. Mutex содержит всего лишь два инта. Первый – state, собственно, заблокирован, разблокирован. И SEMA – это переменная необходимая для работы SEMA for в очереди ожидающих GoRoutine. Mutex реализует интерфейс Locker. С него есть два метода – lock-unlock. Lock предназначен для блокировки, онлок – для разблокировки. Мы видим, что внутри используются атомики, топарные операции, которые как раз вызывают этот барьер памяти. И они обеспечивают то, что только одна гауртина в один момент времени может заблокировать или разблокировать Mutex. Под капотом Mutex, помимо… Ну, это упрощенная, большая часть логики выпилена, но самая основная – вот работа с state. Под капотом Mutex также реализует механизмы lock-free оптимизации, позволяющие быстро передавать управление между блокировками, между блокированными данными и другими гауртинами. В Mutex есть два алгоритма, два режима работы – Normal Mode и Sturvation Mode. В нормальном режиме гауртины ожидающей разблокировки Mutex пытаются получить доступ, конкурируя с другими. И если не получается получить доступ, то есть заблокировать на протяжении одной миллисекунды, тогда Mutex переходит в Sturvation Mode, в котором контроль передается первой гауртине в очереди. И, соответственно, этот lock резолвится по очереди, по FIFO очереди. И в конечном итоге, когда очередь очищается, последний элемент, если он дождался lock-а меньше, чем за одну миллисекунду, Mutex обратно переходит в Normal Mode. Все это, в принципе, мы можем увидеть вот здесь. В документации Mutex описан этот процесс перехода между модами. Пример. Возьмем тот же counter, как первый наш пример, только на Mutex. Предположим, у нас есть какая-то структура, не value, которую нам надо менять или получать к нему доступ конкурентно. Соответственно, мы реализовали get-метод и increment. Создали critical sex об раме в логику lock-ом-unlock-ом. И тут также, как в первом примере, 1000 гоу-рутин. Одна инкрементит через реализацию с Mutex, вторая просто так, обычным инкрементом. И, на удивление, она получила одинаковое значение. Вот, да, есть отличие. Какая особенность? Ну, как есть правило хорошего тона, Mutex объявлять в начале структуры. То есть, когда у нас большая структура, допустим, Mutex не в конце, а в начале объявляют. А также именно такая важная очень особенность, Mutex не рекурсивен. То есть, lock-unlock должен производиться на одном уровне кода. Если мы попытаемся вот здесь, да, инкрементнуть не с помощью обычного доступа, а через get, вот этот, мы получим замечательный deadlock. Видимо, внизу, all-gout-in says a sleep. Почему это происходит? В инкременте мы залогали Mutex, дальше вызываем get, который тоже пытается залогать Mutex. Таким образом, получается deadlock. Из-за этого надо следить, чтобы Mutex блокировался на одном уровне. Так, перейдем дальше. Следующий тип, RVMutex. Это Mutex для чтения записи. Он позволяет разграничить блокировку на чтение и блокировку на запись. Здесь, в чем он состоит, мы видим, что тут есть Mutex, семафоры, ридеров-райтеров и каунтеры. У него есть основные четыре, в принципе, единственные методы, которые у него считают, это четыре эти метода. R-lock, R-unlock. Применяется для блокировки, разблокировки чтения, для чтения ресурса. Lock, unlock для записи. Если мы посмотрим в реализацию этих методов, мы видим, что R-lock и R-unlock вообще не работают с Mutex. Все, что они делают, это управляют очередями ридеров и читают, есть ли в данный момент райтер. Например, R-lock, если на момент его вызова работает в райтер, он заставит читателей ждать. В то же время, в момент вызова лог, мы видим Mutex за локлоса, но он дождется, пока вся очередь ридеров не очистится. То есть, когда вызывается лог, какая-то говарутина хочет залогать для записи. Сначала отрабатывают ридеры, которые накопились в очереди, только потом производится запись. В то же время, unlock, мы видим, да, он сначала уведомляет ридеров о том, что Mutex разблокируется, R-V-Mutex. Они начинают читать, только потом делают unlock Mutex. Таким образом, из-за того, что блокировка производится только для записи, по сути, R-V-Mutex очень хорош, когда у нас есть какой-то общий ресурс, как кэш, в котором есть очень множественное чтение, но запись производится довольно редко. Пример для R-V-Mutex, на самом деле, не совсем пример его использования, а скорее демонстрационный пример, который покажет, как накапливается и работает очередь. У нас есть, начнем с спауна, да, у нас есть 10 ридеров, 3 в райтера. Ридеры в райтеры блокируются, блокируют просто функцию, которая рандомно задерживает работу гоу-рутины. Каналы тут нужны чисто для того, чтобы показать, что, какое состояние очереди сейчас, что оно изменилось. Сейчас запущу и посмотрим, как работают очереди. На тот момент, что оно несколько раз в секунду. Вот. Что, собственно, показывает нам этот output. Вначале у нас приходят ридеры. Вот это очередь ридеров, да, одна гоу-рутина, две, три, то есть тут уже вызвался лог, но еще не произвелся анлог. Ридеры накопились, и вот в данном моменте, именно здесь, пришел райтер. Мы видим, что очередь не накапливается, ридеры отрабатывают, то есть то, что я говорил, когда делаем анлог, сначала он ждет, что ридеры закончат свою работу. После этого отрабатывает в райтер, и опять начинается чтение. Так же и здесь происходит, то есть мы можем увидеть, что какое количество ридеров может отработать, пока нет записи, пока не производится в райте. Мы можем, в принципе, даже визуально увидеть, насколько быстро это происходит с Rv, mutex. но если мы поменяем mutex на обычный, то есть каждый раз у нас при чтении и записи будет произведется блокировка mutex, тут можно даже визуально увидеть, насколько он медленнее начинает работать, потому что все блокировки производятся последовательно. таким образом Rv mutex очень даже дает приличный прирост. И в таких кейсах, когда у нас есть state, который мы читаем чаще, чем записываем в него, он даст очень хороший прирост. И какие, собственно, советы есть, как использовать mutex? Первое нужно, оптимально именно использовать, первое нужно избавиться от одного какого-то единого центрального стейта в приложении, разделять его на мелкие, промежуточные, уменьшить частоту блокировок. Второе это сократить critical section. Critical section это часть кода, которая находится между блоком и unlock'ом. То есть, если мы сюда, допустим, напишем какой-нибудь REST call, он затормозит очень сильно систему, сюда нельзя такие вещи писать, только чем меньше critical section, секция чисто визуально даже, тем быстрее будет работать. И последнее, не стоит использовать атомики для таких вещей, так как, в принципе, они и так уже безопасно используются в mutex, плюс в mutex еще много механизмов, которые позволяют более оптимально и безопасно синхронизировать. Следующий тип weight group. Он необходим для того, чтобы, если у нас есть категор рутина, которая должна дождаться выполнения других. State в данном случае у нас есть. Он хранит счетчик ожидающих и симфор ожидания. Weight у нас всего три метода. Add done weight. Add incremented счетчик ожидания. Done просто вызывает это вся его реализация. Decremented. Weight заставляет к его рутину блокироваться, ждать, пока счетчик не станет нулевым. Пример в принципе во всех примерах есть. Вот здесь мы видим weight group. То есть мы объявляем weight group. Перед спауном мы добавляем weight group единичку, то есть мы создали новую горутину, которую надо ждать, а в конце выполнения горутина обязательно должен быть done. Он decremented add будет говорить о том, что эта горутина отработала. Здесь в weight он будет ждать, пока счетчик не станет нулевым, пока все данные выполнятся. Также стоит сказать, что add можно использовать не только для экремента на единицу. Допустим, если мы точно знаем, что у нас 10 тысяч горутина, мы можем сделать так. То есть предварительно нарастить, то есть счетчик сделать точным количеством, которое нам надо, а потом уже done тут в реализации. Стоит отметить, что если так бегло зайти в weight, мы увидим, что он работает на бесконечном цикле. То есть может показаться, что он будет в пустую расходовать CPU. Но на самом деле это не так. Вот здесь мы можем видеть runtime 7Square. Именно здесь он начнет спать. он просто уснет, пока не отработает 7Square. Он отработает на самом деле на последнем add. То есть здесь помимо инкремента внизу есть логика as reset wait count to zero. То есть когда у нас уже счетчик стал нулевым, когда отработал последний add, а он как бы мы видим отрабатывает даже когда done вызываем. То есть счетчик стал нулевым и он запускает 7F4, таким образом 7Release делает и после этого разблокируется wait и пойдет дальше работать. То есть бесконечный цикл тут сделан чисто для обеспечения последовательности этого выполнения. Итак, следующий примитив once это стандартная реализация singleton go. Он содержит в себе mutex и flagdown. Очень прост. Вот вся его реализация, то есть метод do, который мы также видим во всех примитивах увидим, что здесь есть atomic то есть любое изменение состояния производится через atomic исключительно. Он смотрит, что flag стал единицей, значит делает ничего, иначе он запускает ту функцию, которую мы передадим сюда в do. Простой примерчик. У нас, допустим, есть какой-то абстрактный connector. Мы хотим запустить 100 go routine и пытаемся получить connection. но мы понимаем, что connection нужно инициализировать только один раз. И видим, тот create connection вызывается вот внутри такой конструкции once do. Функция это функция, которая будет выполнена только один раз. запустим запустим как бы увидим, что connection created только один раз worker один. Может быть и не только первый worker, какой первый придет. То есть тут гарантируется, что эта функция создания connection в данном случае будет производиться только один раз. следующий такой объемный довольно тип в пакете sync это cont, он же condition variable, условно переменная, он необходим для реализации кейсов event handling, допустим, когда у нас есть одна горутина, которая меняет состояние, а множество горутина ждут какого-то события. То есть для того, чтобы уведомить одну или множество горутина о том, что наступило какое-то событие, используют condition. Из важного он тут содержит log, в принципе, то есть mutex и notify list это как раз список тех горутина, которые необходимо нотифицировать. Не список, а очередь, это FIFO очередь. у него есть конструктор, который принимает наш mutex и три метода wait, signal, broadcast. Wait ждет, пока не возникнет сигнал или broadcast, то есть он блокирует горутину. Сигнал уведомляет самую долго ожидающую горутину, одну, в FIFO очереди и удаляет ее оттуда с очереди и последний broadcast выполняет уведомление всех горутины, которые ждут. Примет для сигнала. У нас есть допустим какой-то рекорд, мы хотим построить логику так, что когда меняется дата, точнее когда дата становится значение, имеет значение гофр, тогда мы печатаем такой вот месседж. в данном случае что мы видим, он горутина, которая ждет, которая будет ждать события. Мы делаем реглок, condition wait и unlock. В то же время горутина, которая отправляет события, меняет состояние, мы видим, да, тут сначала какое-то левое значение, мы делаем сигнал, потом уже наш а также сигнал, то есть сигнал уведомляет, разблокирует эту гору рутину. Здесь используется цикл для того, чтобы можно было проверить то, что значение, то, которое нам нужно, и это даже в документации к этому wait прописан такой подход, что так рекомендуется делать. В чем тут особенность, ну, сначала запустим, видим, что дата гофера распечаталась, то есть он сначала принял такую билиберду, но дальше опять стал в очередь ожидания, и уже когда получил гофер, уже завершил свою работу и распечатал это значение вот здесь. Какая особенность wait нужно всегда использовать в критической секции. Он всегда должен предварительно, mutex должен предварительно всегда быть залоканным. Это необходимо для синхронизации сигнала и wait в принципе, но с другой стороны тут как бы и документация, как бы реализация диктует это. Если мы можем увидеть, что вот здесь, да, хотя может показаться, что если мы тут lock делаем и wait, то все как бы mutex наш заблокирован и дальше никто не сможет с ним работать. Но на самом деле мы тут локаем, но внутри wait'а он делает unlock этого mutex'а и заблокирует его только как только он получит сигнал. и пример broadcast. Broadcast необходим собственно для того, чтобы выведомить множество гору тин. Допустим, у нас такой примерчик есть какой-то логер абстрактный, да, у него есть буфер и writers. Writers это какой-то стандартный вывод или вывод файл, в данном случае мы видим set out и файл. есть рутина, которая будет менять состояние, вот она, то есть мы читаем стандартный ввод, меняет состояние буфера и выполняет broadcast. Как только выполняется broadcast, вот здесь у нас есть собственно эти writers, спаунятся две горутины, которые ждут и распечатывают в тот источник, которому они показывают стандартный вывод или файл. Это не то, секундочку. Пишем что угодно, да. Мы видим, что он печатается в стандартный, а также в лог. Все работает. На самом деле, допустим, сигнал можно бы реализовывать с помощью каналов. Это очень просто. Но, с другой стороны, broadcast уже тяжелее будет реализовывать с помощью каналов, потому что стандартный кейс в данном случае, это канал, который мы закрываем, когда канал закрывается, все слушатели получают, грубо говоря, уведомления об этом, но мы не можем множественно это сделать много раз, как в данном случае. Канал можно закрыть только один раз. поэтому в этом кейсе можно использовать cond, condition variable. Следующий тип, pool, он необходим для того, чтобы кешировать аллоцированные ресурсы для дальнейшего переиспользования. таким образом он снижает нагрузку на garbage collector и уменьшает затраты на аллокацию памяти множеством go-рутин. Он как бы и поток безопасен. То есть, когда у нас есть кейс и мы, нам необходимо например какой-то буфер множество раз аллоцировать в многопоточном приложении, соответственно, мы постоянно аллоцируем память, аллокация дополнительной памяти требует обращения к операционной системе, которая занимает очень много времени в рамках работы, в рамках рантайма. Соответственно, мы на аллокацию памяти тратим много времени и ресурсов, и плюс, когда garbage collector начинает их чистить, у него тоже очень много данных, которые необходимо очистить. Таким образом, мы сокращаем время и на аллокацию, и на работу garbage collector. у него есть два метода, put и get. Put записывает данные в пул, аллоцированы какие-то ресурсы, get удаляет из пула и возвращает. А еще тут особенность есть, вот эта функция new, она необходима для того, чтобы инициализировать. То есть, если в пуле нет еще значений, он вернет результат выполнения new. Таким образом, для создания этого ресурса. хорошим примером для того, чтобы показать, как его использовать, можно показать fmt-print, который все использовали. Тут буферы реализованы как бы на пуле, то есть, они хранятся в пул. мы видим здесь создание пула, функция new, которую я говорил, создает instance вот этой вот структуры, которая есть буферы, множество всяких необходимых служебных полей, два метода, то есть, две функции new printer и free. Эти функции, можем видеть, они вызываются в любом, любой функции fmt, то есть, print, fprint, любой, она начинается с new printer, заканчивается на pfree. Что тут происходит? New printer получает значение из пула, аллоцированные какие-то ресурсы, инициализирует и отдает на работу, а уже free очищает и записывает обратно в пул. Это очень такая специфическая штука, не всегда ее надо применять и на самом деле правильную использовать тоже не так просто. То есть, только если в приложении заметно, что мы теряем производительность из-за локации, тогда стоит задуматься о том, чтобы использовать пул. И последний на сегодня тип в Sync-пакете это map, Sync-map, который является потоком безопасной реализации map, map. У него есть такие вот методы, loadStore delete, понятно, loadOrStore вернет значение по ключу, если оно есть, а если его нет, тогда запишет значение. Range, в свою очередь, выполнит функцию, которую мы тут опишем, для всех пар ключ значений. Примерчик. Примерчик. Собственно, начну с того, что мапы, как мы знаем, стандартный map, она не потокобезопасна, если мы возьмем тысячу гору рутин, попытаемся counterstore вызвать, который просто запишет значение, если мы это дело запустим, мы увидим, что у нас немного паника. Concurrent map мы не можем конкурентно работать с мапой. Стандартная реализация обычная, да, конкурент мапы, это реализация через RvMutax. То есть мы блокируем, разблокируем ресурс, соответственно, то есть это стандартная реализация. Соответственно, loadstore мы видим, да, что значения записали, все хорошо. Через инк мап происходит все так же само, то есть у нас синк мап, да, подменяем реализацию. Единственная тут разница, вот как бы эта функция range, метод range, о котором я говорил, да, то есть есть ключ значения, и мы тут печатаем для каждого ключа значение сообщения в лог. Единственная как бы тут разница, что синк мап ключ и значения приходится, как мы видим, приводить к типу явно. потому что там все на интерфейсах. Но как бы в чем собственно преимущество? Почему в стандартную библиотеку именно добавили синк мап? На самом деле в реализации с reader count? То есть этот reader count всегда обновляется, как только кто-то пытается прочитать. Оно работает нормально, но в случае, если у нас много ядер в системе, да, там больше 4, больше 8, 16, например, даже 8, в этом случае каждая дропа пытается обновить это значение, этот reader count у себя, соответственно, как только он меняет значение, он добавляет его в свой L2 cache. Со временем каждое ядро системы начнет менять это значение, да, в высоконагруженной системе, соответственно, им придется обращаться к кэшу другого ядра. Обращение одного ядра к кэшу другого, это неоптимальный расход как бы ресурсов, и он выполняется задержкой. Здесь приведена схема как бы зависимости. Да, эта проблема называется кэш контенжен. Здесь мы видим график работы R-Log R-Unlock на 256 горутинах в зависимости от количества ядер, то есть видим от 1 до 64 задержка возрастает почти линейно. Таким образом, на многопоточных системах, многоядерных мы получим просадку. Именно для этого эта просадка, что я говорю, это реализация MAP плюс RVMutex. стандартная. Именно для этого, для таких кейсов была придумана SyncMap. Здесь мы можем увидеть график производительности реализации MAP. Желтый SyncMap, синий это MAP плюс RVMutex. Мы видим, что до четырех ядер, если у нас система до четырех ядер, мы сильно выиграем производительность, если будем использовать MAP обычный, плюс RVMutex. SyncMap нам не сильно поможет. Но в то же время после четырех ядер MAP плюс RVMutex из-за кэш контенжен сильно проседает. SyncMap является оптимальным для использования именно в таком кейсе, именно в многоядерных системах. На этом в принципе все. Вот я тут подобрал все или почти все самые интересные статьи, ресурсы. Тут можем увидеть как раз ту презентацию с .go конференции. Все записи уже в YouTube в открытом доступе. Оттуда есть несколько интересных тем, можно посмотреть. И статьи, которые касаются именно пакета Sync. Будет интересно, если можете ознакомиться. Спасибо за внимание. Вопросы? Я не знаю. Большое спасибо, во-первых. Я не знаю, сколько это вопрос. Скорее просто хотел поделиться. Я относительно недавно столкнулся с DataRace на Mutex. То есть библиотека GoMock умеет проверять значения на соответствие ожидаемом. И делает она это через Reflect DP и одновременно с этим, если у меня шло параллельное выполнение кода, то там у контекста дергался Mutex lock unlock. И получается, что переключение значения Mutex это была операция на запись, а соответственно Reflect DP DP это была операция на чтение. И вот такой необычный DataRace был. Да, Да, так что если вдруг кто-то столкнется, учитывайте, что можно поймать такую вещь. да, Я бы еще хотел додать, насправді, можно повернуть еще раз до Mutex, это действительно очень критическая речь, и очень часто мы встречаемся, вот по практике использования, насправді, short critical section, Александр все правильно сказал, что ее нужно удержать какомога меньшую, и она должна быть CPU-bound, арифметичная калькуляция CPU-операции, если вы там видите принт ЛН, FMТ, або какие-то IО-операции, этого нужно избавиться, потому что это приводит к великой лейтенции системы, к увеличению лейтенции, и не предбачен, по сути, это лейтенция, которая отдается национал. А так в целом достаточно интересная и полезная и еще раз этого разу в Минску про это много говорили, сгадывали и расследовали. Это как tooltip на код-ревью, когда проводите, смотрите, что находится между метоксами. Еще, как Билл Кеннеди радует, критикал-секшен, он явно выделяет брекет. То есть, он делает это окремым блоком, в котором он работает, чтобы для хорошей стабильности было. на самом деле, на самом деле, если дефер и блок тоже не очень разумеется, как размер критикал-секции. Ну, кроме того, дефер он всегда будет в конце функции закрываться, и, соответственно, то, что функция будет делать блоки. Критичная секция, она важна, если мы без деферта. Деферта все входит, а так все, что между ними. Но еще возможно будет багаж, если мы выкроем мутексы. Мы прочитали значение, закрали это мутексом, мы записываем значение, закрали это мутексом. А все, что мы делаем между ними, это не приводит к рейсу, но может приводить к логичному блоку. Потому что стан изменения может сейчас измениться. Это неважно разрывать атомарность операции. По сути, мутексом обеспечивают эту атомарность и ее не важно порушивать. Это с другой стороны тримать эту критичную секцию какомога меньше. Не дробить ее на несколько частин. Я тогда всем дякую. Во-первых, дякую Александру за презентацию. Это действительно очень интересная тема и важная и я сподіваю, что сейчас стало больше понимание как с этим работать и что стоит использовать как можно использовать SYNC не только ради MUTX, а как еще можно использовать. И я всех прошу додайте свои запитания в NextPage, чтобы мы обговорили свои пропозиции и думайте, кто хочет выступить и рассказать наш график и может записывать на мистику. Я всем дякую, до наступной встречи через два тижня. Спасибо.